Бодрого утра всем, кто видит меня В столь ранний час на календаре 7 апреля Среда в эфире Утро Калмыкии Этот прекрасный весенний день Встречаю с вами я, Амулан Гурубжурова В Элисте работают мобильные пункты Вакцинации от коронавируса Теперь прививку против COVID-19 Можно получить не только в городской поликлинике Но и в передвижном комплексе Для желающих получить вакцину Организованы три пункта в Элисте У гипермаркета по адресу улица Ленина, 280 В районе поля чудес Ленина, дом 7 И в центре у гостиницы Передвижные комплексы будут работать По предварительной записи С 10 до 18 часов Записаться можно через порталы госуслуги И календоктор А также в медицинских организациях В Калмыкии объявлен конкурс На лучший эскизный проект Ордена Басан Бадминовича Гордовикова Соответствующий указ подписал Глава республики Бату Хасиков К участию допускаются все желающие Авторы могут представить неограниченное количество проектов Оценивать будут оригинальное содержание И качество подачи идеи Материалы принимаются секретарем В конкурсной комиссии до 5 мая По адресу город Элиста, улица Пушкина, 18 Кабинет, 24 Справки по указанному телефону В центральном Хуруле открылась фотовыставка Развития буддизма в Калмыкии Экспозиция посвящена 25-летию монастыря Геденше Дубчойкорлинг В народе он известен как Аршанский Хурул На выставке представлены работы известных фотографов Здесь можно увидеть снимки, сделанные Николаем Бошевым, Гарей Лиджеевым, Сагларой Настиновой Выставка продлится до конца мая Люди продолжают приезжать в Хурул Сексенсюме Чтобы там посидеть, помолиться Ну и люди чувствуют благословение этого самого места И в свое время с открытием Хурула Сексенсюме Там же активно возрождалась монашеская община Калмыкии Именно там проводились многие мероприятия По возрождению буддизма в Калмыкии Это не только молебны и какие-то ритуалы Это были разные мероприятия, в том числе и лекции, разные учения Друзья, не теряем позитивный настрой ни при каких обстоятельствах Заряжаемся энергией с нашими фитнес-тренерами Всем доброе утро Сегодня я, Аида Кикеева и Эльвира Харашкина Проведем с вами круговую тренировку на все тело Итак, давайте начнем с небольшой разминки Поехали Сделаем глубокий вдох Опускаем руки вниз, выдох Еще раз вдох Выдох Еще два раза вдох Выдох Еще раз вдох Выдох Оставьте руки на уровне параллели с полой И сделаем несколько вращений плечами назад Отлично, вперед И еще один раз назад И опускаем руки вниз Стопы оставьте на ширине плеч Слегка согните колени Расправьте плечи, грудью потянитесь вперед И делаем наклон Таз толкаем назад Вдох И поднимаемся Выдох Колени оставляем чуть согнутыми Взгляд направьте вперед Дышим Обратите внимание, чтобы ваше движение начиналось в тазобедренном суставе Толкаем таз Отлично Еще один раз Вдох Остаться здесь Задержаться Руки сделать в стороны Колени можно натянуть И сделаем несколько движений в коленных суставах Ноги выпрямляем полностью и чуть сгибаем Отлично Оставьте прямые колени Руки, ладони перенесите на бедра И теперь опускаемся ниже Хорошо Делаем упор на пальцы рук Вес распределяем на всю стопу Хорошо Немножко попружиним пол руками Отлично Колени чуть сгибаем И через круглую спину поднимаемся вверх Остаться вот в этом положении Ладонями упираемся себе во внутреннюю часть бедра Подбородок можно опустить к груди И круглой спиной удлиняемся вверх Поднимаемся до конца И расправляем плечи Ну что, мы готовы перейти к основной части Нашей круговой тренировки И нам понадобится следующий инвентарь Можно использовать обычные гантели Если гантелей нет, вы можете использовать Обычную пластиковую бутылочку Наполните водой И это послужит вам отличным отягощением Первое упражнение Немножечко поднимем пульс Пусть поработает наше сердце Мы с вами делаем перепрыжку Работаем руками Стараемся выше поднимать колени Подтягиваем бедра как можно выше груди Продолжаем движение Дышим Еще сделаем Четыре Три Два Стоп Следующее упражнение У нас будет задействованы мышцы живота Пресс Немного подкрутите таз Спуститесь вниз Но до того момента, где ваши лопатки будут свободными То есть не касаться пола Можно использовать отягощение Но можно делать и без Вытягиваем две ноги Перед собой Сейчас плечи постарайтесь расслабить Пока дышим Держим перед собой Хорошо И делаем небольшие движения Ногами Следите за тем, чтобы По возможности у вас были прямые ноги Шея расслаблена Взгляд направьте на живот Еще сделаем Четыре Три Два Отлично Стопы верните в пол Убираем гантель Также круглой спиной спустимся вниз Вытянули ноги И добавим руки через сторону Делаем вдох И касаемся пяток Выдох Делаем вдох Выдох Вдох Выдох Вдох И еще два раза Выдох Вдох Отлично Итак, мы переходим к следующему упражнению Расправьте плечи Немножко согните ноги в коленях Грудью потянитесь вперед Нам понадобятся гантели Но Как Эльвира Вы можете выполнять С вариантом без отягощения Давайте приступим Мы опускаемся Руками в пол Отводим правую ногу назад Выходим в исходное положение И левой ногой толкаем вперед Поехали Делаем шаг назад Раз Два Раз Два Вдох Выдох Вдох Еще один раз Вдох Выдох Переходим к следующему упражнению Исходное положение стоя Также можно использовать дополнительные отягощения А можно делать без ничего Расправили плечи Грудь вперед Колени чуть согнуты Медленно опускаемся вниз Делаем упор ладонями в пол В прыжке постараемся одним движением Уйти назад Спина прямая, живот подтянут Опускаемся вниз Делаем отжимания Наверх Прыжком Спину расправили Руки оставили около плеча И Выталкиваем гантели через сторону Опускаем руки в исходное положение Давайте сделаем чуть быстрее Делаем раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Молодцы Весь комплекс готов Это была круговая тренировка На все тело Если вы желаете нагрузить свое тело Еще больше Постарайтесь сделать Три Или четыре круга Каждое упражнение Старайтесь выполнять Сначала От 30 секунд И дальше вы можете увеличивать Продолжительность Основных движений До Минуты Отдых между упражнениями Можно делать 15-20 секунд Желаю вам отличной тренировки Самого доброго утра Дорогие телезрители Я напоминаю в эфире Утро Калмыкии С вами я Мулан Гурупшурова Сегодня мое утро Началось в компании С актерами Калмыцкого государственного театра Кукол Алексеем Нормаевым И Эльзой Сельвиной Доброе утро, Алексей Доброе утро, Эльза Здравствуйте Алексей, Эльза С чего обычно Начинается ваше утро? На данный момент Мое утро Начинается с того Что просыпаюсь И еду сразу на работу Я даже не успел Завтракать Эльза? Ну Почти такая же ситуация Как у Алексея Потому что Хочется многое успеть Попробовать Сделать Поэкспериментировать Поэтому Быстро-быстро Вот как только Глазки открываешь Почти сразу же Бежишь на репетицию Расскажите, пожалуйста Немножко подробнее О театре кукол Что он из себя представляет? Это в первую очередь Волшебство Алексей Ты не подставляешь Ну не знаю Театр кукол Это Ну не только волшебство Во-первых Это кропотливая работа Потому что Для того Чтобы передать Какие-то эмоции Зрителя В первую очередь Это акцент на Детскую аудиторию Вот Это работа Именно с куклами Это не только Перчаточные куклы У нас Различные жанры Будут Готовиться Именно в нашем коллективе Вот Ну и театр Ну не знаю У всех Есть такое выражение Театр начинается С вешалки У нас начинается С вешалок И С таких вот Красивых кукол Которые нам Главный художник Подарил А ранее Приходилось ли вам Работать вот Именно с куклами Да Мне очень повезло В первую очередь От того Что я Работала В прекрасном спектакле Который Мы вместе С С театром Юного зрителя Потом И с национальным Коллективом Национального Драматического театра Возили по многим Фестивалям Который так и назывался 72 небылицы Работа Режиссерская Елена Иванова Режиссера Которого приглашали Из Ростовской области По-моему Тоже выпускница Академии Санкт-Петербургской Академии театральных искусств Режиссер Помимо всего прочего Самое Самое приятное Что это работа Нашего Теперь уже Главного Художника Театра кукол Саглары Чулкаевой Работа Настолько интересная В плане Техники Выполнения Сами куклы Они такие Любопытные Что В какой бы город Мы не приехали Понятное дело Что наш Калмыцкий зритель Очень любит Этот спектакль Всегда смотрели Как бы Наблюдали Но в какой бы город Мы не приехали Всегда после спектакля И артисты И коллеги Из других театров И Простой зритель Любопытствовали И хотели Сфотографироваться С ними Пощупать Познакомиться Поближе Не только С нами С артистами Но вот именно С кукольными Артистами Персонажами Скажем так Спасибо Эльза Алексей Вам слово Да Вот Эльза Говорила про этот спектакль Да Проходилось И мы до сих пор Работаем с куклами Нас посчастливилось Дело в том Что буквально недавно Мы в марте месяце Были приняты Наконец-то В коллектив Данные Вот И мы 27 марта На Капустике театральном 27 марта Это международный день театра Мы уже заявились Как коллектив И нам предоставилась Возможность Вот именно Я сейчас акцентирую Внимание на этой кукле Потому что Этой куклой Эту куклу вели Три человека Я Ирина И Эльза В общем Это более-менее Сложный жанр Потому что Эту куклу Вы заметите Да Может один человек Управлять У меня Вторая рука Свободная У меня может быть Вторая кукла А эта кукла Управляется Именно Тремя человеками Нам удалось Не знаю Хорошо ли Или плохо Удалось Заявить себя Как коллектив Отдельный Государный театр кукол Ну я слышал Нам хлопали в зале Наверное Кому-то понравилось Работа с куклами Тоже Такая своеобразная Интересная Алексей Эльза Когда будут Ближайшие спектакли Такой вопрос Хочется сказать Да Мы готовы Сейчас Завтра На самом деле Это Как ранее Леша сказал Это такая работа Нужно Немножечко Чуточку Больше усилий Приложить Это с одной стороны А когда Входишь В репетиционный процесс С куклами Именно Тем более Что сейчас Для нас Это В некоторой степени Тоже Приходит аппетит И каждый раз Что-то хочется Еще новое придумать Что-то новое вставить Тем более Что Не хочется Как бы Акцентировать внимание На том Что это театр Именно кукольный Здесь Скорее Можно говорить В 21 веке Что это Предметный театр То есть Помимо кукол Здесь В нашем В формате Который мы хотим С которым мы хотим Соприкоснуться Это работа Не только С С С тростевыми С классическими Гапитными Там Марионеточными Которые мы хотим Все-таки В дальнейшем Будущем Развить В В Калмыкии В Элисте Ну и помимо всего прочего Это еще какие-то Такие вещи Любимые мною Привитые нам Нашим мастером Яной Марковной Туминой Это Ну вы себя За него Хорошо Хорошо Это какие-то Такие вещи Как Допустим Как это Фактурные Фактура Песок Вода Стихи То есть Это все Помним Да Вот эту фразу О том Что В театре Возможно Все Выкидываем Вторую часть Про пошлость И смысловую И Именно в кукольном На данный момент Я считаю Здесь действительно Можно все Здесь Это волшебство Это Фантазии Безграничные Можно делать все Что угодно В хорошем смысле Этого слова А расскажите о команде Которая трудится На данный момент Над театром кукол Это Валентин Викторовна Горяева Эльза Сельвина Александр Джуджиев Заслуженная Артистка Республики Калмыкия Ирина Шамалдаева И Наша Маленькая Бадмаша Бадмаша С днем рождения Сангаджиева У нее сегодня День рождения Алексей Эльза Расскажите о своем зрителе Для кого будут Вот такие проводиться Спектакли Ну Помимо того Что В первую очередь Рассчитано было На то что будет Основным зрителем Дети Но у нас Наш режиссер Сейчас учится В Москве И мы С его помощью Пытаемся соединить Два жанра Это Живой план И куклы И я думаю Что мы пока Пробный вариант Будут конечно же С детьми Но вечерный спектакль Будет привлечение Конечно кукол Не только этих Именно кукол Мы всех секретов Сразу вам не будем Раскрывать Но Во взрослых спектаклях Будут сейчас куклы И я надеюсь Что именно Первые пробные Этапы Этих спектаклей Они должны Заинтересовать Потому что От этого будет зависеть Будет ли Взрослый зритель К нам ходить На кукольные спектакли В общем так Зритель Не важно Сколько тебе лет Не важно Что творится В твоей душе Мы тебя ждем Приходи к нам Вот так То есть у вас уже Подготовлен определенный Репертуар Нет У нас Репертуар еще не подготовлен У нас есть В планах Сейчас пару Проектов О которых мы Хотим Вернее Сейчас не будем Говорить Но в смысле Есть пару Проектов Мы Более Будем К финалу Подходить Я думаю Что Вы будете Наш проводник Между Нами И зрителями Вы наши друзья Которые Способствуют Тому Чтобы они К нам Все приходили И все больше И больше И мы будем Собирать стадионы Это я же так Шучу А есть ли Какие-то хитрости Допустим В правильном держании Куклы Ну Не хитрости Если Это Внутренность Так показать Вот например Когда мы работаем Куклами Именно вот Такого плана Сейчас я вам расскажу Это принцип Работы Вот такой вот То бишь Если вот Например Вы Перед тем Как одели куклу Да Это Это голова Которую мы можем Да Она кивает Мы можем Работать Ей в сторону Влево Право Соответственно Это рука Левая Это правая Бывает так Что Например Не сильно Разно Можем Могут Вот так Вот Работать Разницы Но самое главное Чтобы это все Было Вкупе Подвижно И есть Различные Тренинги Для того Чтобы Вам наверное Сложно Все таки Неудобно Есть Куча Тренингов Именно Для Развития Например Вот Вот так Вот Можете держать Пальцы И Например Это первое Что Мы просто Это Разминочка Просто Пальцами Двигаемся Могут Вот так И это все Усложняется И Может быть И вот так Вот Это один из самых сложных Тренингов Смотрите На самом деле Указательный Указательный Средний Средний Безымянно Безымянно Мизинец Мизинец Безымянно Безымянно Средний Средний И должно быть Все очень красиво Да Это не рук А именно пальцев Потому что Пальцы Это основная Наверное Работа Вот именно С такими Куклами Если мы Наконец-то Вернее Придем к тому Что у нас будет Марионеточные Куклы Самый сложный Жанр Там Пальцы Все автономно Должны работать Вдруг Ходите Проходите Научим Додим По большему счету Это конечно Вот у каждой Если брать Классическую Куклу То Каждый должен Кукловод С ней как-то Пообщаться Присвоить Энергию Энергию Дать свою Потому что Если ты с ней Не подружишься Она тебе потом Будет Скажем так Некоторые Да Она может обижаться У нее свой характер Она может В какой-то момент Вот просто Порваться Лопнуть Что-то там Отвалиться Это потому что Значит Вы не нашли Общий язык Вместе с куклой Тут тоже нужно Простраивать Свои отношения Как бы Может быть Это как-то Немного странно Звучит Но В театральном мире Есть Какая-то Своя азбука Свой алфавит Свой словарь В котором Ну общаются Различные там Слова Ну Если брать Традиционную Допустим Как пример Японскую куклу То это Это же вообще Страшно Долгая история Если Вот Алексей говорил Что мы Нашу шахризаду В три человека Водим Там тоже Такая же история Они в среднем Это водят В три человека Но там Есть такая Традиция Первые десять лет И приходит Молодой артист Он ходит Только на ногах Он водит Только на ногах Десять лет И он смотрит Как работают Старшие коллеги Только по истечении Определенного количества лета Ему доверяют руки И уже потом Мастер Гуру Так сказать Ему доверяют Уже основные работы Это вот такая Традиционная Японская кукла Алексей Эльза Вот актер на сцене Он передает Эмоции С помощью себя Вам это нужно сделать С помощью кукол Расскажите Ваши вот тонкости Вашу специфику работы Ну Можно Эльза Я начну Извини Если перебил Сложность в том Что работая С куклой Это даже Наверное Негласное правило Чтобы Зритель Когда смотрит На нас Вернее На куклу Он не должен Нас замечать Мы должны Настолько Я не знаю Быть сосредоточены И работать С куклой Так Чтобы Даже за маленькой Куклой Нас не было видно Это очень сложно Я не буду Разделять Драматических актеров Или театров Кукол Артистов Но Дай бог Что Будет такой момент Когда Мы Ну На уровень Станем Такой Что Потом У нас будет Куда-то На международный Фестиваль Именно Наш Театр Приглашать Потому что Сначала Мы добьемся Это здесь На Республике Калмыкия Потом Выйдем На российский уровень Дай бог На международный Эльза Как считаете Вы Педагоги наши Всегда нам Рассказывали Эту историю Когда Приходят Студенты На первый курс Вот там Дают Первый раз Тренинг С куклы Какой-то И это Они играют Вот она идет И начинается озвучка Ура Ура Как здорово Как солнышко Светит Это большая проблема То есть Играет Не кукла А играет Артист Да Надо работать И В процессе обучения Добивается того Чтобы Работала только кукла И артист был Чем больше ты Сосредоточен На действии На том Что творится На том Что там На том Что творится Вот Тем меньше Эмоциональный фон В физическом Проявлении И чем меньше В физическом Соответственно Это все уходит В работу То есть Самое главное Это Сосредоточиться На кукле Да На действии Да Самое главное Алексей Эльза Благодарю вас За наше интервью Было приятно С вами общаться Мы с телезрителями Будем с нетерпением Ждать ваших спектаклей А сейчас У вас есть Прекрасная возможность Пожелать нашим Телезрителям Самого доброго утра Всем хочется пожелать В этот Сложный период Пандемии Не болеть Чтобы у вас Все было хорошо Чтобы Друг друга Любили Друг друга Уважали И Приходили к нам В театр Кукол Приходите Давайте знакомиться И дружить Ура До свидания Пока Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова